здравствуйте уважаемые зрители как-то так получилось что в основном вот сейчас вот нужна информация такая как-то быстрая душа болит лекарства нужно чтобы все время знать как там что там поэтому больше всего даже не youtube я уж не говорю там про телевизионные всякие телеграм-каналы ну и там вот среди русском овных такое четкое разделение есть те которые за украину но русскоязычный и есть те которые за путина и тоже русскоязычный и вот я попал просто случайно на русскоязычный одно посмотрел информацию ладно где-то врут где-то правду говорят а где-то даже больше чем украинские каналы сообщают потому что там ну беспокоиться министерство обороны попросила не передавать сразу информацию а подождать пока они сами и не подтвердят в общем то логично там военным виднее а тут кто-нибудь возьмет что-нибудь скажет не так а там в результате могут люди погибнуть у россиян такое было как бы я не думаю что это было приятно тем кто попал под такой огонь из-за того что его там сфотографировали или на видео засняли и потом получил привет прилет так вот по комментариям вот на русскоязычному пропутинском канале вот очень сильно ощущается беспокойство в общем переходящие временами в панику и в то же время голоса типа держаться надо быть стойкими там и так дальше ну как бы так сидеть на диване твердо молодежь в основном и я так понял что это и не тролли и не боты ну это чувствуется как-то у людей там душа болит наверное только одного простого не понимает чушь вы так горбачева в предатель записали который окно вам европу прорубил и и во все другие страны открыл границы вот какой бы он ни был он открыл границы до него выехать за границу советскому человеку было просто невозможно вот секретари партийные они выезжали потому что нужно было разрешение там райкома парткома которым он руководил остальные нет очень редко это было даже фильме бриллиантовая рука где как бы там по сюжету поехал в загранпоездку кто там он из рыбнадзор не рыб какой-то в общем какой-то трест кем-то он там был неважно никулин так один поехал не выпустили с семьей вот так вот с этой точки зрения кто хуже для россии сделал так уж не горбачев наверное больше сделал плохого путин вспомните все его этапы большого пути нечего за него выступать его менять надо срочно потому что он уничтожит россию и кто там агент вот он как раз за границей был вот как называют разведчик его задачей наверное было вербовать других разведчиков вражеских а у вражеских наверное была задача вербовать советских разведчиков и кто там кого завербовал большой вопрос а судя по делам потому что сделано вот где была россия где она стала это подымание с колену очень плохое тут похоже положить хотят а не поднять так что ребятки возьмитесь за голову и подумайте а то сильно сильно переживаете в этом за солдат за жизни их за здоровье за конечности чтобы они их не теряли армию надо уводить домой потому что у россии уже давно друзей нет вот с 24 февраля у нее наверное вообще друзей нет никого не осталось армия нужно будет убирать домой армию технику спасать надо же украинцы под горячую руку они все могут уничтожить вы для них враги и и и и навсегда жалеть не будут но в плен берут потому что обменный фонд нужен так что сдавайтесь живы будете в общем украины союзников много в рамштайне собралась там сколько уже уже даже непонятно сколько стран но больше 40 все готовы поддерживать и прочее прочее против всего мира нет смысла выступать обойдутся без вашего бензина без вашего газа без ваших металлов сидите сами их ешьте вот такое вот поэтому пора пора браться за голову и менять лидер негодящий никакой все у него из рук валится все разбивается лапшу на уши вешает убирайте на пенсию там или куда хотите хотя пенсию народ не заслужил вот примерно так это вот почитавший комментарии хочется такое сказать спасибо за внимание слава украине героем слава берегите себя ребят солдаты украинские нужны вы стране поэтому не торопитесь пусть они побегут а себя берегите вашей жизни ваше здоровье нужны за страны для украины пока